Татарстан 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 Уже довольно много лет назад я написал статью «Русские татары. Общая беда и общая судьба» И там проанализировал данные социологических опросов О доходах населения И оказалось, что русские от татар, по большей части, не отличаются По уровню доходов, по распределению в группах с разными доходами Разницы никакой нет За исключением очень узкого слоя, очень небольшого который прилепился к власти и занял все государственные посты, все возможные должности в бизнесе. Это этнократия, которая захватила власть в Татарии, в Казанской губернии, волей, конечно, тех, кто совершил государственный период в 1991 году в Москве, то есть ельцинистов. И эти ельцинисты правят сегодня, как бы они себя ни называли, они остаются ельцинистами и во всех деталях повторяют, во-первых, ельцинскую национальную политику, открыто русофобскую, разделяющую Россию якобы по федеративному принципу, а на самом деле просто по сепаратному принципу, отделяя одни народы от других, ну и также продолжают они и ленинскую национальную политику. Недавно копался в своей библиотеке, смотрел, что можно было бы выкинуть, но вот нашел книжку Ленина КПСС о национализме. И наугад открытая страница показала, как на самом деле большевики относились к Российской империи, к народам, которые жили там. И там, вот первое, что я прочел в этой книжке, которая досталась мне, я даже не знаю от кого, может быть от деда, может быть из какой-то другой библиотеки приблудилась, и там было написано, что главный принцип большевиков это выделить Украину, отделить Украину от России. Не знаю, есть ли там что-то про Казанскую губернию, может быть и нет, для Ленина это казалось слишком мелким, а вот разделение Украины и России, отделение русских от малоросов, от украинцев, это вот был принцип ленинской национальной политики. Разделить, разделить. Точно так же, такую же ровно политику проводили в 90-е годы, сейчас возглавляет Дагестан один из авторов этой национальной политики, Рамзан Абулатипов, вот он писал бесконечное количество статей, публиковал журналы, возглавлял Министерство по делам национальности с целью расчленения России. Его целью, целью всего его пафоса, который он обязательно нагонял в свои выступления, было разделение России. Вот точно так же и господин Шаймиев, который возглавлял так называемый Татарстан в течение очень многих лет, тоже его целью было отделение Татарстана от России, превращение этнократического клана, который он возглавлял, в паразитическую группировку, которая сосет все соки из Татарстана, которую он возглавлял, и, естественно, из Российской Федерации. Там были налоговые льготы, там была своя особая конституция, она особая остается, и особый принцип подбора кадров. Вся власть татарам. Вот это был основной принцип. Но не всем некоторые татары думают, что мне от этого что-то будет лучше, русских ущемят, а мне от этого будет хорошо. Ничего подобного. Узкая корпоративная группа, основанная на этнической солидарности, и даже меньше, чем эта солидарность охватывает группу, меньше, чем татарский этнос, значительно меньше. То есть это может быть несколько тысяч, может быть, несколько десятков тысяч человек, не более того. И они собраны вот в некий племенной союз, который контролирует всю власть и весь бизнес в Казанской губернии. Вот сегодня мы поговорим об этом, и некоторые новости об этом расскажем. Планируется, что в этом году и очень скоро в Татарии будет татарский президент. Заведомо не русский, потому что русским запрещено участвовать в этих выборах в качестве кандидата в президенты, и никто не позволит русскому человеку баллотироваться. Даже баллотироваться, не то что победить на этих выборах в Казанской губернии, в Татарстане. 10 июня 2015 года активистами Русской национально-демократической партии Витольдом Филипповым, а также руководителем движения против преступности и беззакония Дмитрием Берниковым напротив здания Государственного совета Республики Татарстан был проведен шестичасовой пикет. Темой пикета была заявлена защита прав граждан на право баллотироваться на пост президента Республики Татарстан. Время проведения пикета совпало с началом сессии Государственного совета Республики Татарстан, на котором обсуждался вопрос о проведении очередных выборов президента Республики, а также приездом делегации из Китайской Народной Республики. Ну там, видимо, тоже какой-то альянс сложится, антирусский, нерусский, по крайней мере. Проведение пикета вызвало большой ажиотаж среди членов правительства, министров, депутатского корпуса, а также привело к замешательству среди сотрудников полиции. Дело в том, что законодательство Татарии запрещает гражданам Российской Федерации, не обладающими знаниями татарского языка, выдвигаться на пост президента Татарстана, что является непосредственным нарушением Конституции Российской Федерации, законодательства и норм международного права. То есть лишает граждан, проживающих на территории Татарстана, Казанской губернии, и других регионов, желающих избираться на пост президента этой республики, выдвигаться и быть избранным. То есть очевидное нарушение конституционных норм, законодательства и так далее. Президент Татарстана не обязан знать татарский язык. Мы все должны знать, что Татарстан может наравне с другими гражданами возглавлять и русский человек, а не только татарин. Такой вердикт был принят еще в 2001 году Верховным судом Республики, рассмотревшим иск прокуратуры, которая потребовала изменить несколько статей в республиканском законе о выборах президента. Одним из главных требований прокуратуры было отменить положение, обязывающего президента Татарстана знать и русский, и татарский язык. В судебном процессе было доказано, что ссылки депутатов Госсовета Татарстана на многонациональный состав населения республики не имеют достаточных оснований, чтобы можно было требовать от президента обязательного владения языком титульной национальности. У нас и понятия такого нет, титульная национальность. Но вот многим хочется, чтобы она была, по крайней мере в Татарстане. Судья тогда согласился с такими доводами, еще бы он не согласился. Тогда бы его надо было палками гнать из суда. Правда, в то время, еще в начале 2000-х, закон еще где-то как-то работал. Сейчас он не работает совершенно. Ну и показатель тому. В постановлении Верховного Суда Республики Татарстан было указано, что татарское законодательство противоречит законодательству Российской Федерации и не должно лишать граждан права выдвигаться на посты и должности на территории Татарстана. Тем не менее, постановления Верховного Суда продолжают игнорироваться и не исполняются. Это означает, что власть уже совершенно цинично в Татарстане захвачена вот этой этнократической бандитской преступной группировкой. И мы знаем, кто ее возглавляет. Тот, кому в Кремле выдан ярлык на правление. И кто обслуживает интересы тех, кто выдает вот такие ярлыки. Это все незаконно, неконституционно. Это все понятно, все естественно. И в этом сомнений никаких нет. Но выборы на протяжении полутора десятков лет в Татарстане продолжают полностью игнорировать то обстоятельство, что законодательство Татарстана противоречит законодательству Российской Федерации. Как это может быть? Дело в том, что Татарстан это уже не Россия. Кому кажется, что Россия может попытаться пожить в республике Татарстан. Ну или попытаться там проповедовать интернационализм. Вот к чему это может привести. Дело в том, что в Татарстане все коммунисты это сепаратисты, а не интернационалисты. Вот такой татарский национал-сепаратист Наиль Набиуллин, возглавляющий националистический союз, ну называет националистический на самом деле сепаратистский союз татарской молодежи Азалтык, адепт идеологии запрещенной в России организации Хизбут Тахрир Аль-Ислами, Айрат Шакиров, вступил в ряды республиканского отделения КПРФ. Портбилеты им вручил первый секретарь республиканского комитета Хазиф Мергалимов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, посетивший Казань. Может быть, специально к этому случаю, что вот эти русофобы начинают объединяться с коммунистами. Я поздравляю всех коммунистов в том, что они состоят в русофобской партии, которая включает вот таких национал-сепаратистов, как Наиль Набиуллин, в свои ряды. Репортаж о приеме партии новых членов вышел 21 мая на канале НТВ. Шакиров, известный в кругах сепаратистов, как Шейх Умар, объяснил свое решение тем, что КПРФ стала лицом к народу и должна помогать возрождению церквей и мечетей, защищать права и интересы верующих людей. Еще раз поздравим коммунистов. Они-то считают, что они по заветам Маркса живут, по интернационализму и являются противниками церкви и вообще всякой веры. Ну вот видите, какая трансформация в коммунизме происходит. В январе 2015 года Ред Шакиров на своей страничке в социальной сети разместил листовку «Раша домой». Может, он это и Зюганову скажет. Там же выяснилось, что он был бывшим имамом одной из высокогорных мечетей и состоит в таких группах в социальной сети «Четкий бандеровец», «Бандеровский легион», «Правый сектор» в Киеве. При этом шейх участвует в группе «Правые татары» и в Кавказской группе призыв к таухиду Дагестан. Шакиров не знает, что такое таухид. Я, честно говоря, их знать не хочу. Видимо, что-то такое совсем пакостное. Шакиров не раз призывал к активным действиям в поддержку Хизбут-Тахрир. 16 апреля в отношении Шакирова было возбуждено уголовное дело по статье 282. Редко бывает, что по такой статье проходил какой-нибудь нерусский человек. В социальной сети ВКонтакте он разместил видеоролик «Митинг в Махачкале», внесенный в федеральный список экстремистских материалов. Вот у нас такая ситуация с этническим составом Коммунистической партии Российской Федерации. Туда входят теперь сепаратисты. В свое время большевики как раз сепаратистов использовали в своих целях для того, чтобы разрушить Российскую империю, смести власть и захватить ее. В том числе и в этих этнических уделах, которые они тут же выделили этим этнократическим группам и предоставили им самим устраивать резню, расстреливать, убивать, казнить всех, кто под руку попадется. Видимо, такие же замыслы у КПРФ существуют и теперь. Русский язык в Татарии не для русских. 6 июня в день русского языка в столице Татарстана в очередной раз не дали провести пикеты в поддержку русского языка. Не дали провести пикеты в поддержку русского языка. Трое общественников из Казани пытались выйти с тематическими плакатами на официальное мероприятие, посвященное Дню Русского Языка и Дню Рождения Пушкина. Однако были остановлены на подходе сотрудниками силовых ведомств. Ни документов, ни каких-либо предписаний они не предъявили, рассказывает представитель Общества русской культуры Республики Михаил Щеглов. Просто попросили дождаться завершения официального мероприятия, во время которого к памятнику Пушкина должен был выйти президент Татарстана Рустам Мениханов. Вот и вам и имя человека, который возглавляет этнократическую сепаратистскую группировку в Татарстане. А после того, как он сказал свою речь и уехал, активистам разрешили постоять несколько минут у памятника. На плакатах были написаны «Призывы к властям республики. Требуем преподавания русского языка как родного». «Рустам Нургалиевич, цветочки к памятнику хорошо, но кто обеспечит достойное место в образовании наших детей?» «Пушкин, верните русским детям русский язык». Количество татарского языка увеличивается за счет сокращения часов русского языка. «Вот в чем проблема. В.В. Путин». Такая цитата была приведена. Ну, Путин сказал, сказал, и все это улетело на ветер. По крайней мере, в республике Татарстан, там, где господин Мениханов сменил непотопляемого и несменяемого Шаймиева, все обстоит именно так, как и при Шаймиеве. Действительно, Путин на последнем заседании Совета по межнациональным отношениям высказался о необходимости поддержки изучения русского языка. На это правительство республики создали спецкомиссию для совершенствования госполитики в языковой сфере, сохранения, изучения и распространения двух официальных языков региона – русского и татарского. А в качестве куратора языковой политики были выбраны министры, депутаты, общественники и даже бизнесмены. Всего 31 человек, представляющих татарскую этнократию. Русских там снова нет. Поэтому русским языком в Татарстане занимаются тоже не русские. Вот именно эта группировка настаивает на принудительном обучении школьников и дошкольников татарскому языку, заявляя, что это дает им конкурентные преимущества в Татарстане. То есть созданы конкурентные преимущества для тех, кто знает татарский язык, а кто не знает, для того созданы ущемляющие обстоятельства, ущемляющие их по всем направлениям, в том числе и в кадровом, и в бизнес-отношении. Русский язык в Татарстане преподается по учебному плану для национальных школ, отчего родители выпускников вынуждены нанимать репетиторов. Вместо того, чтобы изучать английский, французский, немецкий, они вынуждены изучать татарский, который им в общении не нужен. Кстати, как и татарам, которые в основном общаются на русском языке. Характерны действия полиции, которая никогда не ищет законных оснований для пресечения того, что желает пресечь начальство. Поначалу к активистам русского движения подошли сотрудники правоохранительных органов и, заславшись на организаторов Министерства культуры Татарстана, настоятельно порекомендовали не разворачивать своих плакатов до тех пор, пока мероприятие не покинет президент республики. Общественники попытались найти организаторов, чтобы понять, почему на мероприятии, посвященном русскому языку, им не позволено говорить о его проблемах, но тех на месте просто не оказалось. В итоге активисты развернули плакаты только когда праздничный митинг подошел к завершению, а после устроили одиночные пикеты возле здания Конституционного суда и Дома правительства Республики Татарстан. Слава Богу, у нас пока еще одиночные пикеты не запрещены. Ну, правда, тоже могут забрать и множество было таких случаев. В такой великий день мы не могли не поднять вопрос о преподавании русского языка, комментировал ситуацию Михаил Щеглов. Это нонсенс, что дети в Татарстане вместо положенных 1200 часов русского языка и литературы в год получают всего 800 часов, несмотря на то, что на заседании 19 мая президент России отметил, что проблема заключается именно в том, что национальные языки изучаются за счет русского языка. На местах ничего не поменялось. Ну, прошел сегодня веселый президент Рустам Мениханов вместе со своей свитой и Министерством образования к памятнику Пушкина. Возложили цветы, сфотографировались на его фоне. Подобное они делают ежегодно, и на этом все заканчивается. Как работник УЗА, я воочию вижу, как все больше деградирует каждое новое поколение студентов. Если 10 лет назад у молодежи существовала проблема изложить свою мысль письменно, то теперь они уже не могут правильно высказываться. Ситуация становится только хуже, убеждена активистка родительского сообщества русский язык в школах Татарстана Екатерина Беляева. Часов русского языка в школьной программе не стало больше, но в некоторых классах стало больше татарского. Татарскому детей начинают учить с 4 лет, когда они на своем родном русском языке еще плохо говорят. Как результат, у многих детей возникают проблемы с освоением языков в целом, а также дефекты речи, связанные с произношением. То, что Владимир Владимирович высказался о проблеме, прекрасно, но у меня складывается впечатление, что в Татарстане о ней знают только те, кто ей интересуется. Мой знакомый педагог, ранее работавший в других регионах России после года преподавания в Татарстане, пришел к выводу, что грамотность татарстанских школьников в отношении русского языка в разы ниже, чем у сверстников из других уголков страны. Добавим, что в движении за права русских детей учиться на русском языке и получать полноценное образование в области русского языка и литературы участвует и партия Великой России, как и другие общественно-политические движения, входящие в состав Русского национального фронта и в другие русские коалиции. Добавим, что проблема также в том, что любимый многими, а может быть и немногими, а просто нам рассказывают, что многими, Владимир Владимирович за свои слова не отвечает. Его интересует фигура речи, а не смысл сказанного. Поэтому татарские этнократы продолжают то дело, которое на Украине завершилось государственным переворотом. А ведь начиналось все с того же, с ограничения русского языка и ползучей государственной русофобии. Интересно, что татарскую этнократию поддерживают самые отпетые либерасты. Это тоже и неудивительно, потому что это те же самые большевики, немножко другой расцветки, но ненависть к России и русским у них ровно такая же, как у большевиков, коммунистов. И радужные планы по расчленению России у них также присутствуют в головах, в головах, как и у всех интернационалистов, благие намерения которых всегда превращаются в антигосударственную деятельность. Некий независимый политолог Ярослав Бутаков, получающий трибуну в русофобской новой газете, объявил, вопрос о притеснении русского языка в ряде национальных республик РФ обсуждался не первый год, а проблема действительно существует в сознании части граждан России. Однако в данном случае перед нами поистине странная идея, будто бы учить другие языки, значит вредить русскому. Это именно так, учить другие языки вредить русскому. Потому что в школе надо освоить прежде всего государственный язык и язык общения всех народов России. Все народы, живущие в России, понимают друг друга только в меру владения русским языком и никак по-другому. Если вот этот либераст Ярослав Бутаков этого не понимает, это его проблема, но я думаю, что он все хорошо понимает. Здесь намеренная подмена понятия. Русскому школьнику, конечно, надо учить русский язык, а если учить иностранные языки, то лучше английский, немецкий, испанский, но уж никак не татарский. Ну, если хочется кому-то учить татарский, ради бога, могут быть татарские школы, могут быть татарские факультативы, ради бога. Но государство должно быть озабочено именно знанием государственного языка Российской Федерации, русского языка. Далее цитирую выступление этого либераста. Интересно, но почему же, согласно той же логике, учащихся нерусских национальностей, учащихся нерусских национальностей, нужно принуждать изучать русский язык, спрашивает русофоб. Отмечаем, потому что русский язык государственный, им это самим нужно. Если это им не нужно, не надо их принуждать. Ради бога. Пусть они владеют только татарским и общаются между собой. И тогда получают вот все свои преимущества, которые они от этого ожидают получить. Я думаю, что они получат не преимущества, а большие проблемы в жизни, если будут изучать татарский язык, а русский не будут изучать принудительно. Вот русским языком должны владеть принудительно, потому что государство это принуждение к единству. А без принуждения все распадется и развалится. Ну, эти вот либерасты, они же вообще против всякого принуждения. Свободно ассоциируйтесь в любые ассоциации. Тогда не будет государства, значит, на место нынешних властей придут другие власти. Только уже не наши, а иностранные. Эти власти, которые у нас есть, мы ненавидим, совершенно справедливо. Именно потому, что они выражают интересы чужих государств, а не нашего народа. Русского народа прежде всего, который вокруг себя и собирает все остальные народы. Если этого собирания не будет, Российская Федерация распадется. Власти в Кремле делают все возможное для того, чтобы такой распад произошел. Но мы противодействуем этому и не хотим, чтобы у нас во власти утвердились уже совершенно полные инородцы, которые даже и русского языка-то не знают. И татарского они не будут знать заведомо. Те, кто утвердится у власти в результате разрушения Российской Федерации, вряд ли будут владеть татарским языком. Русские могут владеть татарским языком, потому что иногда в обыденном общении им это нужно. Если же насаждать татарский язык, то не будут изучать вообще. Может быть, в школе будут учить, сдавать и тут же забывать. Так вот, по Ельцинской конституции республики могут устанавливать свои государственные языки. Но это абсурд. Какой может быть государственный язык в республике Татарстан. Региональный язык может быть, но государственного быть не может. Государственное одно, значит, язык у государства один. Но я понимаю, там в Европе какие-то маленькие государственницы, там может быть два или даже три языка, потому что действительно там живут исторические нации, которые каким-то образом вот оказались на одной территории, очерчены одной политической границей. Пусть будет там у них три языка, пусть они сойдут с ума от этого. Но в России, где больше 80% живет русского населения, у кого родной язык русский, а кто хорошо говорит почти как на родном, это к таких 95% должны, конечно, изучать все именно русский язык и никакой другой. Все остальные языки, которые изучаются в школе, должны быть европейскими. Они действительно нужны. А татарский язык нужен только в Татарии. И то в очень узком, в узкой сфере применения, в крайне узкой. Поэтому пусть учат, пусть учат, но за свой счет, за свой счет. Государство должно обеспечивать владение русским языком, знание русской литературы, русской истории. Все остальное это факультатив. Ну а Татарстан должен быть казанской губернией. Если будет русская власть, конечно, никакого татарского языка не будет и не будет никакого Татарстана. Будет казанская губерния, в которой могут жить, избираться, быть избранными представители любой национальности, которая живет в Российской Федерации. Уж русских точно там не будут ущемлять. А сейчас ущемляют, реально. Конечно, в России должны быть отменены все иные государственные языки, кроме русского. Государство у нас одно, поэтому государственный язык может быть только единственным. Но русофобу мало утверждать насилие над русскими детьми, которых заставляют учить татарский язык. Ему еще надо оскорбить русских, объявив их в том, что их идентичность основана на незнании, на незнании иных языков, кроме русского. Вот знание иного, кроме русского языка, к этой идентичности ничего не прибавляет. Когда же русским детям насильно втискивают в голову совершенно чужой для них язык этнократической группировки, фактически язык врага, то это признак геноцида русского народа. Русским татарский язык не нужен, вообще не нужен ни в каком объеме. Чтобы общаться с татарами, русским достаточно русского языка, да и татарам тоже. Если татарский язык русским понадобится, то они усвоят его в порядке естественного общения и без всякого насилия. И только в таком случае уважение к татарскому языку среди русских людей будет иметь место. А насильно мил не будешь. Исходя из такого понимания, мы должны констатировать ситуацию лингвистической агрессии против русских, которую поддерживают не только отношевинисты, но и подкормленные Кремлем западные либерасты, вроде Ярослава Некоторые из татар считают, что они должны отомстить русским за взятие Иваном Грозным в Казани. Действительно, была достаточно жестокая сеча. Правда, и с той, и с другой стороны сражались татары, и с той, и с другой стороны были и русские. Десятитысячный корпус наемников русских был в стенах Казани, и больше половины войска Ивана Грозного составляли нерусские. Хотя это и были менее идееспособные войска, но тем не менее огромное количество татаров участвовало в штурме Казани. Но это уже мало кого интересует. Главное, придумать себе какое-нибудь историческое оправдание и ненавидеть русских просто потому, что очень хочется. Потому что надо же кого-нибудь ненавидеть. И тем более есть такой слой целой так называемой интеллигенции и чиновников, которые хотят, чтобы татары ненавидели русских. Русские вроде как ни при чем. Они татар в общем-то рассматривают как своих братьев, как народ, который ближе всего исторически к русским людям. И ни на какие конфликты русские вроде бы не подписывались с татарами, но упорно делается ставка некой группировки на то, чтобы поссорить русских татар. И успех этой группировки уже налицо. Уже налицо. И в Татарстане напряженность между русскими и татарами нагнетается постоянно. И что там у нас? Кто занимается у нас национальной безопасностью? ФСБ, Федеральная служба безопасности, господин Бортников. А что это он за многие годы, уже наверное десятилетия поступает очень тревожная информация из Казани, из Татарии, но никаких действий ФСБ мы не знаем, не видим, не замечаем. И даже по новой информации от ответственности освобождаются те, кто на самом деле за возбуждение розни, реальное возбуждение, невыдуманное, должен был бы сидеть в тюрьме. Нет, татарские вот эти поджигатели межнационального конфликта никак не страдают от правоохранительной системы Российской Федерации и как-то спецслужбы в лице господина Бортникова не озабочены этим вопросом, но озабочены русские политические активисты. Вот что пишет из Татарии Михаил Щеглов, известный деятель русского движения в Татарстане. Согласно заключениям экспертизы от 10 апреля 2015 года в надписях 1552 «Никто не забыт, ничто не забыто, Татару Ян и Лена, зачем ты крестила наших детей твой эльфатик, а золтык», выполненный на стенах храмов-памятников в честь нерукотворного образа Спасителя, расположенного на реке Казанка, прямые либо косвенные призывы к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам полу-рас, национальности языка, происхождение отношения к религии равной по принадлежности к какой-либо социальной группе не обнаружены. Ну, конечно, никто не понимает, почему именно на храме написана вся вот эта чепуха. Вроде там нет никаких призывов, но те, кто читает эти надписи, они прекрасно понимают, что там написано и ради чего это написано. Отныне, оказывается, на стенах культурных сооружений можно писать надписи, и это никого не обидит. Так, господа местечковые эксперты и прокуроры определили, и об этом нам сообщает Михаил Щеглов. Может быть, эти надписи положено теперь наносить только на православных храмах и на сооружениях других конфессий ни в коем случае. Вот это будет тогда разжиганием, чтобы ты там не написал. А разве нет в этом акта вандализма? И в этих надписях нет какого-то намека на конфликт. И народцы почему-то считают, что на русских храмах можно подобные вещи писать. Не все, конечно, но какая-то определенная группа явно действует. И Михаил Щеглов задает вопрос, а ничего, господа эксперты, что в основании этого храма покоятся кости православных воинов, павших при взятии Казани в 1552 году. Эти цифры на четырех колоннах при входе на храм намалеваны были едва не в рост человека. С учетом этого факта все данные надписи это сущий пустячок, не говоря уже о том, что храм является памятником федерального значения. Это для экспертов по-видимому совершенно пустое дело. Они, видимо, вписаны в эту этническую структуру власти, которая сложилась еще при Ментимире Шаймиеве. Поэтому они делают все, чтобы скрытые от глаз негодяи продолжали свою деструктивную деятельность и выдавливали русских из татарии. В том числе это делается через систему образования и вот через эти хулиганские действия, в которых, как оказывается, нет никакого возбуждения, никакого разжигания. Вообще это дело обычное. На русском храме намалевать какие-то грязные цифры, какие-то грязные надписи, какие-то гадости понаписать. Вот по одной экспертизе студентку оштрафовали за полиэтиленовый пакет с изображением посажали на большие сроки целую группу русских ребят, просто собиравшихся и болтавших о том о сём. Даже покойного лидера русского движения Республики Татарстан профессора социолога с мировым именем Сологаева травили перед смертью угрозами преследования по экспертизе, в которой экспертам, даже в данном случае не имеющим профессионального высшего образования, изобретена новая национальность – мигранты. А вот я, пишет Михаил Щеглов, не имея диплома психолога или языковеда, осмелюсь предположить, что если всё-таки провести психолого-лингвистическую экспертизу, только независимую, вне республики этих художев, то последуют примерно такие выводы надписи «Свободу Рафису Хошапову», «Свобода татарскому народу», «Смерть оккупантам», «Долой Московско-Чекинскую хунту» в силу общего места размещения в подземном переходе, стиля, графики, цвета», а значит, вероятнее всего, единого авторства подлежит рассматривать их во взаимной связи. В них имеется призыв к убийству представителей Московско-Чекинской хунты освобождения от неё татарского народа и осуждённого ранее по статье 282 Рафиса Хошапова. Иногда случается, конечно, и татарам попадать под эту статью, но в основном попадают русские, мы это прекрасно знаем. Под Московско-Чекинской хунтой, вероятно, всего подразумевается распространённая среди определённых кругов национал-сепаратистов Татарстана представители федеральной власти, а там и всё русскоязычное и русское население, проживающее в Татарстане. А между тем, в апреле 2015 года опять в центре Казани, не где-нибудь, а около 2-го корпуса Главного образовательного учреждения Республики Казанского федерального университета появляется на стенах новая надпись. На этот раз уже более содержательное и конкретное. Русские свиньи, уезжайте. Так в своё время писали в Таджикистане, когда избивали русских и полмиллиона оттуда убежал. Никто об этом сейчас не помнит, не вспоминает, никаких компенсаций люди не получили и компенсации какой-либо от Таджикистана тоже не получили. Я не говорю уже о двух миллионах тех, кто бежал из Казахстана от чуткого руководства господина Назарбаева, которого почему-то считают таким достойным человеком, чуть ли не мудрецом, а на самом деле просто криминал, негодяй и выкормыш номенклатуры КПСС. Да зачем силовикам искать реальных террористов, столь наглых провокаторов, стенописцев, когда гораздо проще сидя в креслеце, сканировать соцсети, выявлять и по-быстрому оформлять всяких там экстремистов. А если называть вещи своими именами, обыкновенных мальчишек, поставивших в мои видео или на другие личные ресурсы какой-нибудь из упомянутых более 10 тысяч признанных экстремистскими материалов, о которых люди, конечно, не знают, что они уже экстремистские, откуда им же не докладывают. А зато есть, вот Минюст ведет этот список. Работа у нынешних профессиональных борцов с терроризмом и экстремизмом, осуществляющим, кстати, все это дело за наши деньги, за деньги налогоплательщиков, получается, как на конвейере, не пыльная работа, зато позволяет хорошо отчитываться, звездочки получать, повышение по службе и зарплате. А если что, и экспертов привлечь легко можно, они всегда такие услужливые. За государственные опять деньги, деньги налогоплательщиков, одна экспертиза, там несколько страниц написал, 100 тысяч рублей. Есть у меня сейчас и пара таких мальчишек, все вокруг в шоке от такого привлечения за экстремизм. Так, чего говорить, самого чудом миновала чаша сия. До сих пор, как вспомню, как ФСБшники геройски мне под видеозапись повестку вручали, это, наверное, чтобы отчитаться перед начальством за такой свой героический подвиг. Так вот, берет от возмущения, пишет Михаил Щеглов. Сказал я этому орлу тогда, дескать, не позорьте организацию и прекратите клоунаду. Ну, у них клоунада и вот этот позор, это просто в крови, и тут уже ничего не поделаешь. Либо надо отрезать голову этой протухшей рыбы и, может быть, всю эту рыбу выбрасывать на помойку и устанавливать действительно русскую нормальную, нравственную и ответственную власть. Либо мы все сдохнем, либо все окажемся под пятой вот этих этнокриминалов, а все те, кто будут ему сопротивляться, будут объявлены экстремистами, будут осуждены, у них будут изъяты деньги по штрафным санкциям или будут сидеть за решеткой. Вот так вот все, кто сопротивляется этнокриминалу, этнобеспределу, подавлению русского большинства, все находятся под опасностью применения санкций со стороны ФСБ, МВД, прокуратуры, судов, следствия и так далее. Все объединены одним. Поменьше работать и поменьше бороться с реальными угрозами национальной безопасности, побольше сажать так называемых экстремистов, если они высказываются против этнокриминала, этнобандитизма, этнизации власти, партизации власти, денационализации власти, которая должна быть русской и национальной, а сейчас антирусская и антинациональная. Тут вот еще одна история, к которой я имею отношение. История татарского этношовинизма. 22 мая 2015 года прекращено уголовное дело по 282-й статье против главреда газеты «Звезды по Волжье» Рашида Ахметова, возбужденная за републикацию статьи по Узии Байрамовой. Суд Московского района Казани прекратил дело за истечением срока давности. Имя этой Фаузии или Фаузии, не знаю как правильно, сходно с названием древнего кремниевого ружья Фузея. Фузея, Фузея, вот так я ее мысленно и называю Фузея Байрамова, это кремниевое ружье, татарского этно-нацизма или этно-шовинизма, продолжает стрелять в нас, в русских людей. И все это делается безнаказанно, в двух газетах все это было ее безобразие, опубликованная, безобразная статья. Ответ на нашу статью, которую мы написали вместе с Борисом Виноградовым, которая была посвящена формированию политической нации. Мы говорили о том, что только вокруг русского народа эта политическая нация и может сложиться. Этническое своеобразие для каждого народа, ради Бога, пусть сохраняется, но без ассимиляции русскую политическую нацию, конечно, ничего не получится, никакого единого государства, суверенного государства не будет. В ответ вот эта Фузия Байрамова написала статью «Мы татары, а не русские». И там таких гадостей наворотило. И две газеты татарские опубликовали ее статью. До сих пор этот материал висит, никто его не снимает, в интернете я его легко нашел. Газета «Татария», то есть еще одна газета, которая опубликовала это, висит этот материал, пожалуйста, читайте и возбуждайтесь против русского народа, против русского национализма и вообще против русских людей, потому что эта статья, мы ее бегло прочтем, может быть, проанализируем, она направлена, конечно, против русских людей. Уголовное дело против Ахметова было возбуждено в марте 15-го года. Представляете, сколько времени прошло после публикации Следственным комитетом РФ по Татарстану совместно с прокуратурой Московского района Казани. Поводом послужила перепечатка им в 11-м году газеты «Звезда по Волжье» статьи вот этой Фузии Байрамовой. «Мы татары, а не русские». И она была опубликована первоначально в Чувашской газете «Взятка». Почему «Взятка»? Срок давности представителей правоохранительных органов тогда не остановил. Статья «Мы татары, а не русские» была написана Байрамовой в ответ на публикацию Бориса Виногорадова и Андрея Савельева «Мультикультурализм не пройдет», которая была опубликована в 8-м номере газеты «Звезда по Волжье» за 2011 год. Но специально опубликовали для того, чтобы потом опубликована в электронных сетях и там же и обсуждалось. Мы тогда с Борисом Алексеевичем напомнили, что народы России не только не обойдутся без русских, но и без добровольной симиляции тоже, потому что тот, кто цепляется за свою идентичность, в которой уже почти не сохранилось никакого культурного слоя, тот сам себя отгораживает от современного мира и обрекает на маргинальное существование. Байрамова заявила о необходимости сохранить татарскую национальную идентичность и обрушилась с клеветой бранью на русских. Но мы-то не против были татарской идентичности, мы хотели бы, чтобы была общая идентичность для всех, и она, конечно, опирается на русскую идентичность, какая же еще в России может быть. Но вот Байрамовой это страшно не понравилось, и 3 октября 2014 года статья была признана экстремистской, а главный редактор газеты «Взятка» вскоре был приговорен за ее публикацию по части 1-й 282-й статьи к обязательным работам. Тем не менее, эта статья так и висит в сети все эти 4 года, которые прошли. И следствию на это совершенно наплевать. Почему? Потому что татарский сепаратизм в Кремле приказано не трогать, вот они и не трогают, пока не истечет срок давности. Ну и специально возбудили дело, чтобы его закрыть, чтобы показать, что срок давности прошел, все, вопрос закрыт. Прочтем же статью, она обращает русофобия одновременно, эксклюзивной тупости, которая эту русофобию сопровождает. В своей статье эти два мыслителя открыто пропагандируют идею, что ради спасения России все народы должны бросить себя в русский плавильный котел и дружно ассимилироваться и в едином порыве стать русскими. Но это вранье, ничего подобного, конечно, в статье не было написано. Нерусскому стать русским очень тяжело, только в последующих поколениях он может своих предков сделать русскими, обучая их на русском языке, склоняя их к созданию браков с русскими супругами, обучаясь в русских школах и уважая русскую культуру и историю. Ассимилироваться можно, мы и писали об этом, только добровольно, насильно никто не собирался ассимилировать. А идея о том, что мы все должны сплавиться в единую русскую нацию, конечно, она была, она там была. Байрамова в силу своей интеллектуальной ограниченности и ненависти к русским, конечно, не могла это ощутить. Никакой иной нации, кроме русской, в России нет и не может быть, пишут они, то есть мы. При этом русская политическая культура предусматривает возможность существования на территории России различных этнических культур и различных народов. Ну, вроде бы прочла Байрамова вот эти строки, что различные этнические культуры, значит, различные народы могут существовать, но она как-то этого не услышала, это у нее в голову не помещается. И она пишет, спасибо и на этом, спасибо и тут же забыла. Вот уважили, вот ведь великодушен и снисходительный старший брат даже хочет разрешить нам оставить свою национальную культуру. Как будто это вот что-то такое постыдное, мы сказали, что культура должна быть сохранена. Но татарской нации это не будет никогда, потому что татарского национального государства не будет. А вот татары, как народ, могут выжить. Если же они не хотят вообще никакой нации в Российской Федерации, то и Российской Федерации не будет, ну и татар, соответственно, не будет. Погибнет русская нация, как политическое единство, от татар не останется ничего, рожки до ножки. Ну, как оно и было после разрушения Золотой Орды. Если бы не русские, то татары просто бы исчезли. Они и так в те времена, да и сейчас составляют довольно разнородные общности. И общности там иногда даже не прослеживаются. Астраханские татары, Крымские татары, Поволжские татары, Сибирские татары. Это очень разные народы и очень разные культуры. Поэтому все они сохранились только благодаря существованию русского государства. А значит, русской нации, то есть русского политического единства, оно должно быть восстановлено, укреплено и должно втянуть в себя в том числе и нерусских, которые должны приобщиться к русской политической культуре. И тогда они могут составить единую политическую нацию. Если этого не будет, не будет нации, значит, не будет и государства. Байрамову не жалко Российской Федерации, России исторической, которую мы хотели бы объединить. И вообще хочется все раздробить в мелкие кусочки и выделить, вырезать себе где-то там в Поволжье максимально большую территорию, где живет хотя бы один татарин. Там уже и Татарстан, видимо, такой логикой пользуются все этносепаратисты. Мы тогда писали, у нас нет другого пути, кроме последовательной и ненасильственной национальной унификации жизни всех народов. Собственно, что происходит. На основе русского суперэтноса, гражданской нации. Либо они должны ассимилироваться в русскую гражданскую нацию, сохраняя свои этнографические черты, особенно веру. Либо они превратятся в дефекты структуры, которые эту структуру и погубят, и погубят страну. Фузия Байрамова вспыхивает праведным гневом. Вот так, друзья мои, по мнению авторов, чтобы сохранить их Россию, их Россию, мы, татары, значит, должны идти на самопожертвование, прекратить существование как отдельный этнос, войти в состав русской нации и тихо, мирно ассимилировавшись, без лишнего протестного шума, стать русскими. Ну, это вранье. Нам совершенно не нужны татары, которые по принуждению стали русскими. Наоборот, этничность татар пусть остается, пусть они упиваются этой своей этничностью кому надо, ради Бога. Речь шла совершенно о другом, и Байрамова несколько строками выше показывает, что она вроде как поняла, но тут же это понимание исчезло. Почему? Потому что ей нужен пафос ненависти к русским. Она с этим пафосом и выступает. Если нет, авторы пророчат ужасы кровопролитных межнациональных, межэтнических войн, и как результат полное исчезновение России как государства. Теперь многое становится ясным, почему началась атака на национальные школы, почему экзамены на татарском, ребятишкам придется сдавать и только на русском, почему началось преследование людей, слишком открыто защищавших свою родную национальность, почему планируют проразнить национальные республики. Ну, ничего этого не планировалось и не произошло. Видите, с 2011 года, когда вот этот бред Фузия Байрамова написала, ничего этого не произошло. На татарском сдают экзамены, национальные республики никто не отменил, родную национальность никто не отменял. И никто к этому и не призывал, и мы не призывали, но надо ведь с чем-то бороться, надо же кого-то ненавидеть. И вот это кремневое ружье стреляет и стреляет по русским и по российскому государству. Их Россия, то есть она не считает, что Россия это ее государство. И вот весь этот круг этно-шовинистов не хочет жить в России. Может быть им тогда предоставить возможность жить где-то за пределами России, выселить их, и пусть там они свое государство создают. Может быть там во Франции им выделят свой собственный Татарстан. Все сводится к одному, точнее к одной цели. Сделать Россию полностью русской. И чем быстрее, тем лучше. Эта установка идет сверху из Москвы. И все делается для того, чтобы за счет других народов, доноров любой ценой, сохранить русский народ. Да-да, не Россию, а именно русских. Потому что в Кремле думают, что вымирающие миллионами от пьянства, наркомании, преступности, моральной деградации, империи, образующий народ, можно сохранить только путем вливания в него свежей крови. Это просто бред сумасшедшего. Во-первых, в Кремле думают прямо противоположное. В Кремле действовали и действуют всегда только против русских. И способствуют тому, чтобы русские вымирали миллионами, способствуют пьянству, наркомании, преступности и моральной деградации. Ничего в пользу русских, конечно, Кремль не делает. А Байрамова своим кремниевым мозгом старается представить дело прямо противоположным образом. Описывая все русофобские глупости в статье мадам Байрамовой, которая действительно подобна средневековому ружью, старой фузее, бессмысленно, потому что русофобам ничего в голову не вложишь, не втемяшь. Главное в их сознании это ненависть к русским людям, ко всему русскому. Но между тем, госпожа Байрамова пишет на русском языке. Ну, хотите русофобствовать? Ну, пишите на своем языке. Ну, почему бы не написать на татарском языке, а, госпожа Байрамова? Напишите какой-нибудь опус на татарском языке. Может быть, русские даже и не заметят никаких против вас санкций не будет. И объясняйтесь на татарском языке со своими татарами, которые являются русофобами и ненавидят русских. Вы между собой соберитесь в группку, может, там вас 20-30, может, тысяча человек соберется, не больше. Остальные татары ведь хотят с русскими жить в мире и вообще не испытывают никакого стремления к тому, чтобы как-то оскорбить и как-то унизить русских. Вас очень мало. Вы составляете маргинальную группировку. К сожалению, вас поддерживает Кремль. В полной мере поддерживает. И поэтому вы распоясывались и пишете всякую ахинею. Поэтому в Татарстане только татарин может быть президентом этой республики или там главой администрации. Так вот устроила русофобская власть в Кремле. Ну, она сменится. Она сменится. И тогда вас вообще никто не будет замечать. Какие там уголовные дела против вас? Да не нужны вы никому. Не нужны. А вот если не сменится, это я уже обращаюсь к русским, тогда будет беда. Потому что Татарстан уже подготовили к тому, чтобы он взорвался так же, как взорвалась Чечня. В Чечне ведь жило очень много русских. Очень много русских. И представителей других национальностей, которых было достаточно мало. А вот русских изгнали или вырезали всех. Всех изгнали и вырезали. Там не осталось практически никого. Никого из русских людей в Чечне нет. Ну, если есть, это какие-то слезы там в северно-натеречных районах. Есть там несколько станиц, казаков. Все. Русские жили в Грозном. Большинство проживавших в городе, который основан был русскими, Грозный разбомбили. А до этого просто зачистили по этническому принципу. То же самое может произойти в Татарстане. Это более масштабная катастрофа. Этнический бандитизм сейчас из Чечни распространился по всей России. Нам еще не хватало татарского бандитизма. Пока что у нас татарская клановость в основном. А татарский бандитизм очень незначительную часть преступности составляет. Но все может пойти в эту сторону. Посмотрите, что произошло на Украине. Ведь наших братьев заставили поверить в том, что главные враги для них некие москали. Такой национальности никогда не существовало. Но вот образ врага обозначили этим словом москали. Или как теперь называют колорады. Ну за что? За то, что георгиевскую ленточку люди носят. И эта ленточка стала символом патриотизма. Что в этом такого-то? Это просто ленточка георгиевского креста, который был общим для всех и для великороссов, и для малороссов. И награждали георгиевским крестом, не взирая на то, к какой национальности или к какой группе, национальной группе ты принадлежал. И русские, и украинцы награждались и георгиевским крестом, и потом заменившим его орденом славы, который тоже имел такую же расцветку на орденской ленте. Колорады. Боже мой, чем вы нас хотите оскорбить? Так вот то же самое может произойти и с татарами. Понимаете, если давить на мозги в течение 20 лет, то можно и с нормального человека вырастить русофоба. На Украине это получилось. Вы посмотрите, какая ненависть. Посмотрите, сколько этих людей выходит на площади, просто исторгая из себя ненависть, как рвоту, не знаю, которую невозможно удержать. Вот то же самое происходит, если вы позволяете этнократом править на какой-то территории и пропагандировать исключительность некой этнонациональной группы. В данном случае татар. Татары после русских вторая по численности национальность. И тогда вот что будет, если взорвется вот эта этнонациональная бомба, которую заложили конечно сначала большевики, а потом Ельцин предоставил возможность для того, чтобы татарская русофобия развивалась. Ну, теперь этим занимается Путин и его группировка самозванцев, захватившая власть. Вот мы должны подумать, мы готовы к тому, чтобы русофобская резня началась во главе с татарами против русских во всей стране. Это вполне может быть, это вполне может быть, мы же видим, как происходит все это на Украине. Там русские считаются меньшинством, а люди, которые раньше были русскими, теперь называют себя украинцами и говорят на каком-то искорежном языке, на суржике, вообще не понимая, что они, чего они себя лишают, великого русского языка. Вместо великого предпочитают малое. Неучи и невежды всегда предпочитают выдать малое за большое и свое невежество превратить в некий принцип. Вот там превратили. Теперь в Татарстане с языком и с властью решается вопрос об уничтожении русских. Там решается вопрос об уничтожении русских. Понимаете? На выборах, когда вновь президентом Татарстана станет татарин, однозначно, потому что таково законодательство Татарстана и плевать они хотели на законодательство Российской Федерации, только татарам позволено править и подавляющее большинство тех, кто занимает государственные должности и какие-то позиции в бизнесе, это татары. Соответственно, русским предоставлена возможность жить здесь до тех пор, пока их не начнут резать. Точно так же, как в Чечне или на Украине. Если государственная политика, которая сегодня проводится с Кремлем, будет продолжена, то итог вполне ясен. Это будет торжество сепаратизма, это будет торжество русофобии и это будет бандитская резня по этническому принципу. Если ты будешь говорить на русском языке, то ты подвергнешься по меньшей мере репрессиям и преследованиям в бытовой сфере. Это то, что происходит сейчас на Украине. Там вот эти распоясывшиеся молочки, их очень немного, но им предоставлены возможности для того, чтобы третировать русских везде, где встретят. И не только просто как там избить, оскорбить, но и убить. Понимаете, дело дошло до этого и в Татарстане неизменно дойдет до этого. Точно такая же схема была применена в Чечне. Точно такая же схема. Сейчас ее применяют в Татарстане. Это означает, что против России действует самый злобный внутренний враг, который, конечно, выполняет задания и следует интересам внешнего врага. Расчлените Россию, уничтожите русский народ, стереть с карты, стереть с лица земли, перелицевать всю историю, запретить русскую культуру, запретить людям быть русскими. Русскими по духу, прежде всего, потому что быть русским это противостояние сатане. Многие этого не понимают. Что такое по-настоящему быть русским? Это противостоять сатанинским устремлениям, которые вкладываются в души людям, калечат их и превращают во врагов рода человеческого. Вот этого нам нельзя допустить, поэтому русским надо объединяться, проявлять солидарность, поддерживать друг друга, не разъединяться, не оскорблять друг друга, не обманывать хотя бы в своей общине, в общине русских людей, быть друг другу братьями. И тогда мы отразим всех врагов, и тогда мы вернемся к тому, чтобы между народами в Российской Федерации восстановились нормальные человеческие отношения. Не дружба народов, конечно, которая была фикцией, выдумкой, но нормальные человеческие отношения. Когда все говорят по-русски и понимают друг друга, одни считают себя нерусскими, татарами, чеченцами, кем угодно, кем они хотят себя считать. Но общаются с русскими на русском языке. А русские в России станут вновь хозяевами. И от этого будет хорошо всем и русским, и нерусским.